Свои небесные, утешители души истинные, И жили бездесны, и вся исполняя Сокровища благих, и жизнеподателем, И жили бездесны, и очистены, и всякие скверны, И спаси Боже души наши. Господи, благослови наше занятие, дай нам следовать по кровавленным стопам Твоим, и не уклоняться ни направо, ни налево. Благодарим Тебя, Господи, что собрал нас в этот воскресный день у ног Твоих. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А теперь я хочу, чтобы мы все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Тимофею, первая глава, девятый стих. Толкование. Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, первая глава, девятый стих. Толкование. Представляет доказательство силы Божией. И Он говорит, спас нас и отчужденных. Да, брат? С миром. У нас занятия идут сейчас. Спаси Христос. Да. Приездом Тебя. А ты только выехал. Ну, слава Богу. Давай, молимся за Тебя. Давай. Ну, давай. С Богом. Поклонам брата Игоря Базунова. Приехал? Нет, он сейчас в деревне сидит и ждет машину. То есть. Ну. Итак, кто спас нас, когда мы не желали, тот тем более поможет теперь желающим. Без всякого принуждения, без всякого совета, но по собственному изволению, то есть из себя, с большой буквы благостью, с большой буквы своею, влекомый. То есть безначально и предвечно предначертано, что будет дана нам благодать во Христе Иисусе Господе нашим. Немало для нас есть то, что Бог возблаговолил о нас сие предвечно. То есть, вот последние слова во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть, это благодать пришествия Христова. Она была прежде вековых времен у Бога запланирована. И пророки все пророчествовали о пришествии Мессии, о пришествии Христа. То есть, это было решено прежде вековых времен. И Христос говорит, исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о Мне. Еще раз повторюсь, а сегодня исследует Писание, выискивают там всякие противоречия, начинают копаться, недоверие. А здесь так, а почему так? А один сказал так, а вот так, значит, это неправда, неправильный перевод. Это высокоумие все. Такие все мысли. Православный перевод синодальный переводили 4 духовные академии. Мужи настолько грамотные, что нам до них всем очень-очень далеко. Не шибаши громко, хотя очень. 2 Тимофеев 1.10 Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление. Я тебе сказал не шибарши. Что непонятно это тебе? Она сидит специально, как это, как начинаем занятия разговаривать, начинаем шибаршить, как вот тут. Смотри, я говорю, она тут же сидит, кидает. Возьми один карандаш, тихонько рисуй сторонки. Не можешь тихо, значит, не рисуйся, иди слушай. Еще раз, 2 Тимофеев 1.10 Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Толкование. Хотя и предопределена была благодать, но открылась ныне, когда явился Спаситель. Христос в собственном теле самым делом разрушил смерть, сделав тело нетленным. Нас же просветил благовестием надеяться жизни и нетления. Ибо мы еще не нетлененны самим делом, но будем таковыми. И в таковой надежде утверждает нас благовестие. Мы спасены в надежде. Мы надеемся, что наши тела будут нетленными. Мы в это верим, мы в это надеемся. А баптистов не так. Они считают, что они уже сейчас спасены. Я с одним 50-ником. Он считает, что мы на небесах. Так мы на небесах или на земле? Ну, написано мы на небесах. У него все вот занаряжено. Мы спасены и никак его не извинешь. Что спасены в надежде. Мы верим, что будем нетленными. А вы не верите, у вас веры не хватает. Вы упрекают нас. Это тоже от высокоумия. От этого. Написано же спасены в надежде. Второй Тимофею 1.11. Для которого, для благовестия я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. То есть, апостол Павел пишет Тимофею, что он поставлен учителем язычников. Толкование. Для чего апостол назвал теперь себя учителем язычников? Чтобы внушить Тимофею, что он должен возвещать слово благовестия язычникам. И не падать духом, но подражать ему, связанному за учение евангельское. То есть, он как бы пишет Тимофею. Тимофею, я Богом поставлен язычникам проповедовать благовество. И Господь избрал. И если меня за это темница, узы, то ты, Тимофей, не смущайся духом. Все это от Бога. Поэтому, вот он кем поставлен апостолом? Конечно, Богом. И Писание нам говорит, и одних Господь в церкви поставил учителями, других апостолами, проповедниками. Все это делает Господь промыслительно. И если какие-то там узы или гонения, это все для славы Божьей. Чем сильнее гонения, тем величественнее победа над гонителями. Второе Тимофею 1.12 По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, с большой буквы, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. То есть, он Тимофея утешает, что все от Бога. Я знаю, в кого уверовал, знаю, за что страдаю. И вот мученики Христовы, почему они так... Они знали, за кого у них вера была сильная. Поэтому они безбоязнь нашли на смерть и на мучение. Господь их укреплял. Дух и... Плоть, может быть, как-то... Толкование. Я страдаю за то, что проповедую язычникам. Страдаю не как злодей. Вместе с тем делает речь свою более достоверной. Если бы говорит, я не верил, что смерть разрушена, я бы не страдал так. То есть, вера, что смерти нет, ну, будут какой-то там темницы, но она придет неизбежно. Но рано или поздно он верил, что дальше будет жизнь продолжаться. Эта вера укрепляла его. Видишь ли, как он и сам делами показывает то, в чем убеждает Тимофея. То есть, чтобы не стыдился страданий. Какое дерзновение! Какое неколебимое упование! Знаю, говорит, ты твердо убежден. Залогом апостол называет или веру в проповедь, сам Христос, возложивший на меня сие, сохранит это, и я терплю все, чтобы это сокровище мое не было расхищено. Или залогом называет верующих, которых верил ему Христос, или которых сам он предал Господу. Как в другом месте говорит, предаю вас, братья, Богу. Деяние 20, 32. Как бы так говорил апостол. Я не стыжусь, надеясь, что многих приведу к Богу, которых он и сохранит, чтобы их ради меня прославить. Или залогом называет награду. Всякий, кто делает что-нибудь доброе, полагает то ублого нахранением, чтобы в свое время быть увенчанным за то. То есть, видите, три толкования на слово залог. А какое истинное? Все три истинные. То есть, оно не противоречит ни одно другому. Это вот как алмаз. Смотришь на одну грань, она так блестит, с другой стороны по другому, но алмаз остается алмазом. А почему он здесь блестит так, а здесь так? Вот на то он и алмаз, чтобы блестить здесь так, а с другой стороны так. Так же и слово Божие. Оно каждому своими гранями открывается. И вот три толкования на слово залог. То есть, он силен, Господь, сохранит залог мой на он и день. А что все залог? Вот и нам толкователь говорит, что и верующих, которых ему Христос дал, можно так понимать, можно понимать, что награда будет. Как бы верующие, которые, язычники, которым Павел проповедовал, и при этом страдал, они являются залогом. То есть, ну как, вот они же уверовали от его проповеди. И это вот как бы вот, уже должно уже утешать его в тюрьме. Чтобы он проповедовал, и никто не обращался бы в веру, то и залога бы не было. Но можно залог понимать, что за это будет награда. Сейчас вот как бы ты страдаешь, но потом за обращенные души ты получишь награду на небесах. Так и Златоуст говорит, пусть мне, говорит, на небесах будет награда меньше, лишь бы ты только обратился и веровал. Потому что бывает такое, получается, что проповедник проповедует, а никто не обращается. Потому что сеющий, поливающий ничто, все Бог возвращает. Сегодня мы читали много званых, но мало избранных. Бог всех зовет. Всех зовет. Проповедник всем проповедует. Но избрание зависит от того, как сердце откликнется человека на проповедь. Если оно откликнется, то ты в числе избранных. А если не откликнется, то в числе званных. Ну, вот те, которые, допустим, про те же баптисты, что они спасен. Ему достаточно того, что он уверовал, и он спасен. В данный момент, допустим. А что толкование Слово Божие, у них толкование тоже же есть. Но толкование от их ума, от их понимания. Часто они же не пользуются, как мы, допустим, святыми отцами, там пользуемся их толкованием, потому что это уже... Поэтому они святые. Так вот здесь получается ситуация такая, что они уверовали в Бога, они верят в Него, они принимают Его как Спасителя. А они живут так, как сказал Он. Но они, вот эти грани, которые нам открылись, три грани, допустим, как у алмаза, то у них-то ведь этих граней нет. Они сказали, что вот написано, как вот начнешь с ними беседу, вот написано Слово Божие. И вы-то уже поехали, мол, туда. А у нас грани, вот у нас как святые отцы нам объяснили. Они нам дали внутреннее понимание, они нам дали какое-то такое... расширили наше, как бы фундамент на том, которое будет это слово наше будет держаться. фундамент укрепили. А у них вот так и больше все. Да. Септанство, это узы, взгляды на виски. То есть они одну щель видят, а дальше мозаику все не видят. Православие это все. Вся картина. Да. Вот у нас поэтому грани три-то и открылись нам. Открыты. Благодаря кому? Благодаря святым отцам, благодаря тем, которые прошли уже и путь. И они это совершили путь, как апостол Павел, все святые и великие. Поэтому вот эта бриллиантка, ну, короче, нам открывается трехгранной. Да. Это здорово. Да. И я еще раз повторю, это все от Усакоуми, от заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. Да. Когда человек нищий духом, он осознает себя, ничего не знающим. И он желает и просит Бога, Господи, открой мне. Проникнуть. Да. И Господь обильно открывает. То есть мы в полноте видим картину. А они нищий духом. А что ты меня учишь? А зачем нам вот эти толкователи? Да. Они говорят. А кто они такие? Слышать не хотят. Они сами там некоторые, да, Библию люди написали. Они могли ошибаться. А ты, значит, не можешь ошибаться. То есть ты истинно в конечной инстанции. Но это же некрасиво. Это же так. Тоже это поле не как-то. Да. Вот это вот и есть отсутствие духовной нищеты. Оно и дает высокоумие, гордость. Да. Высокоумие, да. От высокоумия до гордости, до отвержения Бога уже. Уже сначала они святые отцы не нужны. А потом уже апостол Павел, да, он ошибался в этом. И пошло, пошло, пошло дальше. Одно за одно ступляется. Одна ложь порождает другого. Второй Тимофей 1.13. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Толкование. Как живописец я написал и нарисовал тебе икону и первообраз, чтобы, смотря на него, и ты по нему живописал такое же начертание моих слов. Имея в себе этот первообраз, и когда нужно будет, что живописать, с него бери и живописуй, ибо в нем все совмещено. Не только через послание, но и устно. Поэтому не будем думать, что имеем послание недостаточное, как не все обремлющее, так как многое апостол преподал без письма. То есть слова мои содержат учения и о вере, и любви, то есть и о догматах, и о должной жизни. Нужно ли будет тебе догматствовать о достодолжном, или говорить, или действовать, оттуда следует тебе все заимствовать. То есть апостол Павел Тимофеев еще раз указывает. Как я тебя научил, так и ты учи. Вот. Вот это очень важно. Мы всегда молимся перед занятием. Не дай уклониться ни направо, ни налево. То есть к первообразу, к истинному учению. Потому что что сначала, истина или искажение истины? Я еще раз повторюсь. Сначала истина, а потом ее начинают искажать. И поэтому, когда берешь толкование позднейшее, у баптистов, например, спрашиваешь, а кто так понимал в 10-м веке, в 8-м, в 9-м, они не могут назвать людей. Кто так понимал. То есть искажение истины произошло позже, чем сама истина. Также и апостол Павел пишет Тимофею. Тимофей, вот как вот я тебе научил, так и ты держись этого учения. И здесь нам Фефилайд Благарский дальше расширяет. Он не только ему в послании писал письма, но еще и устно учил. И у нас и православных, кроме Писания, есть еще и предания. Предания это то, что было передано из уста в устно. Но эти предания все равно тоже зафиксированы, записали, и толкование сохранилось по милости Божией до наших дней. То есть мы можем узнать, как понимали святые отцы до нас. И эти мы богаты. А если я понимаю не так, как они, значит я утверждаю, что они заблуждались. То есть в первом веке заблуждались, во втором заблуждались, в третьем, четвертом, в десятом и в двадцать первом веке родился такой Сережа Пупков умный и всех их предал анафиями. Нужно вот так было понимать, что двадцать один столетий церкви не было, все заблуждались, все вошли, все были эритики. Пупков задавал каждому вопрос, помните, что впереди? Евангелие или предание? Оно вместе шло. Предание раньше, ну как, сначала же устно, а потом записали. предание, оно вместе, оно не противоречит другому, то есть предание, оно раскрывает Евангелие в истинном понимании, то есть это как бы толкование, что важнее, Библия или толкование? Это нельзя раздевать, важно правильно растолкованная Библия, понимаете? Вот эритику, который заблуждается, ему главное вот это истинное толкование опорочить. И он начинает такие вопросы задавать. А что прежде, толкование или Библия? Конечно, сначала Библию написали, потом ее растолковали. Значит, Библия главнее, а это толкование ложное. Так, слава, Волков, а твое толкование значит истинное? Давай сравним твое толкование и это. А зачем мне это вообще знать? У меня свое есть. То есть это высокоумие гордыня. Хорошо, ты утверждаешь, заблуждается в чем? Зачем мне это знать? Я вот так, мне Бог так открыл, а Бог и тебе открыл. А Бог с маленькой буквы мучит. Поэтому осторожно надо к этому относиться. И вот как раз о нищете духовной. Молиться и Бог открывает. Что-то не сразу понимаешь. Многие, если я слышал эго, читаю Библию, не понимаю. Грехи разум затмевает и все. Человеку нужно очиститься. И тут как бы получается замкнутый круг. Пока ты не очистишься, ты не поймешь. А как очиститься, если ты не понимаешь, от чего очищаться? То есть лукаво тебя будет. да все понятно доступным языком написано. сердце очерствело. И как сегодня Виктор Андреевич я смотрю, как раз читается толкование и вот это место, что заботы житейские. И он сразу раз головой поник узнал и принес покаяние в субботу. Часто мы слово Божие отодвигаем, а впереди ставим заботы житейские. Была полная трапеза народу, а где все заботы житейские? и читаем, За трапезой было много не было. Все. Сейчас в данный момент ни один из них Словом Божием не занимается. Все, все, житейское. Воскресный день. Шесть дней работы один Бог Бог шесть дней дал. Даже субботу простить можно, да? Это человек очень ответственный, поэтому настолько совесть его даже в таком случае, когда важный для него, и он насколько сам себя чувствует. А сколько у нас которые не чувствуют этого совершенно? Омертвевшие все же. Ну, надо поблуждать. Вот нам вот этой маленькой кучки просто ну, можно побуждать их. Каждый раз напоминать, давить на эту мозоль, как бы, чтобы она болела, смердела, чтобы она не захрясла. Благовестие все похерили, никто не побуждает, никому ничего нет. Братьев нет, и все, никто нет. Тут еще страх он наводит, закон юровой, штраф наложат, арестуют, и все, и все, нет. вот как раз уже представляемся такими кроткими, а это уважая кротость, что на благовестие не идем, что такие смиренные, такие, все, государство сказала, нету, нету там ничего, абсолютно, на ни одной ягодке. Почему она, Слово Божие, не идет слушать-то? Какой-то виноград. Зачем это? Вина нас смущает. Она, наверное, там увидела что-то. Нету там ничего. Нету винограда. Все ясно. Простите. Все. Она уехала, за ней приехала. И закрыла там. Закрыла. 2 Тимофея, 1.14. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Толкование. Соблюди заповеданное мной тебе относительно веры и жизни. Или дар, который ты принял. Как и выше он сказал. Но как ты сохранишь? Не человеческой силой, но Духом Святым, который живет в нас через крещение. Если мы сохраним его и не отгоним дурными делами, сохранит и Он, Господь, нам все, что мы имеем от Бога. Итак, почтить и сохранить Духа, и Он сохранит тебе завещанное. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126.1. Господь обещал дары Духа Святого. Он свое обещание выполняет. Если мы в свое время не отгоним этого Духа, а чем? Грехами своими, недовольными делами. Поэтому мы, в отличие от сектантов, со страхом и трепетом совершаем свое спасение, как нам Писание нас учит. Со страхом и трепетом. А когда ты спасенный, это Дух самообращения, самообмана. Этот Дух как раз изгоняет этот страх Божий. Страх огорчить Бога своими дурными делами, своими дурными поступками. И люди, которые этот страх не имеют, впадают в тяжкие согрешения, Дух Святой отходит. Многие, написано, потерпели кораблекрушение во вере, будучи верующими уже. И вот апостол Павел Тимофеев говорит, сохрани, сохрани, как я тебя учил, никуда не отступай. 2 Тимофеев 1.15 Ты знаешь, что все асийские оставили меня в числе их Фигел и Ермоген. Апостол указывает на искушение не с тем, чтобы поразить ученика, но чтобы более убедить его, чтобы в случае, если Иса, он подвергнется подобным искушениям, не думать, что он и впитывает что-либо необыкновенное, но спокойно переносить. После того, как апостол был взят под стражу Нероном, его оставили все асийцы, то есть живущие в Риме люди из областей асийских. То есть, когда апостола Павла арестовали, многие, как во время, когда арестовали Христа, и Петр говорит, да я за тобой в огонь и в воду, а Христос ему говорит, трижды отречешься от меня. Также апостол Павел, когда его посадили, вот он и причисляет асийцы, и называет прям по именам Фигел, Армоген, и он это пишет Тимофею не для того, чтобы как-то вот его устрашить, или что-то тоже из наших, кто уходили. Ну так что теперь? Степенно обходит, раз не пришел, тогда раз не пришел, а потом уже, у меня здесь вот записано, интересно, в народе говорят, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Так и здесь, раз, другой, третий, а потом, а когда мы вместе, уже. Тимофея 1.16 Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Толкование. Посмотри на любомудрия апостола. Он не укорил тех, кто его оставил, но просто указал на случившееся. За того же, кто позаботился о нем, он молится, и не только за него, но и за весь его долг, так как они были добродетельны. Так воспитал их Анисифор. Как какого-нибудь тротоборца изнемогающего от жара, он достойный его покоения. Не однажды, но много раз. Так должно поступать и нам, всегда и во всем помогать тем, кто занимается чем-нибудь добрым. Таким образом, мы будем участниками с ними в наградах. Не говорим ни о Павле. Павел хотя бы и не имел никакого помощника, остался бы непоколебим. Но может быть, кто-нибудь другой не выдержит, если не будет иметь защитника. Итак, если окажется кто-либо такой, кто помогает ему и заботится о нем, очевидно, что он участвует в победе. А если в победе, то в венцах. И на войнах в древности те, кто оберегал оружие наравне с воинами, делили добычу. Везде говорит о стыде, а не об опасности. Ободряя Тимофеев, что опасности будто бы нет, а только один стыд. Однако в действительности была и опасность. Нерон был возмущен против Павла за то, что он обратил кого-то из домашних его. Нерон был на Павла очень сильно раздражен. Кто-то из домашних уверовал. А раз уверовал, значит, произошло разделение. Они уже с Нероном не общались. Нерон очень сильно его возмущало. Он гнился. Гнился на кого? Кто причинен? Да, этот проповедник. А он ему в Москве сбекрендился. Вместе пили, гуляли, выпивали, грешили. А тут бас они. Так врагов себе нажимаем, раз не делаем так, как они, кругом. Ну, а Господь сказал, гнали меня, будут гнать и вас. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Если у тебя нет врагов, и тебя никто ненавидит, задай себе вопрос. А христианин для тебя? Да, бездом. Дружба с миром вражда против Бога. Если мир ополчается на Христа, на христиана, ты с этим миром другу, что ты уже в ряд предателей становишься близок к этому. Враждуешь против Бога. Поэтому с миром с этим не нужно улыбаться. Его нужно обличать. А обличая, конечно, ты назовешь себе пятно. Не обличай кощунника, ибо наживешь пятно себе. То есть он будет тебя долбить по темечку. А обличай мудрого, и он будет благодарить тебя. А кто знает, как ты узнаешь, пока не обличаешь, мудрый он или кощунник? А вот даст тебе пойти по темечку, значит кощунник. Благодарить, значит мудрый. Но в любом случае ты должен, видя его греховный поступок, обличить, дабы не было спроса с тебя. Ну как нам говорит Писание? Не обличай. Не обличай написано. Да не обличай написано. Не обличай кощунника. Ты знаешь, что кощунник не обличай. А ты говоришь, как он обличай? Ты если знаешь, тогда не обличай. А если когда ты обличаешь, и возникает уже... Да. Людмила Степановна, там не обличай кощунника, нету точки. Там продолжение мысли идет. А обличай мудрого. А обличай мудрого, и он возблагодарит тебя. А если поставить точку сектантскую, все, значит никого не обличай. А дальше что не читаете-то? Так ты прежде чем обличать, ты мудрый или кощунник, да? Должна вопрос ему задать. Да не должна ты вопрос задавать. Там уже от поступка его. Твое дело обличать. Потому что если ты его не обличаешь, Господь, я с тебя спрошу. Ты видел, что он идет в пропасть. Видел, что он грехи делает. Ты не остановил его. Мне там нужно бояться и просить милости у Бога, чтобы у тебя была смелость вот это вот, а не лже-смирение. Да, он грешит, но это и нет о чем. Я ничего не знаю. Моя хата в краю. Главное себе пятно не нажить. То я его обличу, а он как... Я на крестителя завтра усекновение-то будет. Вот главное обличить. Нам пример для подражания. Не забыть бы. Как ты говорил сегодня. Вот хорошо бы нам, чтобы нам все голову подрубали. Какая быстрая смерть. Так что, к такой смерти удостоиться, нужно быть смелым, зная, что тебе могут отрубить голову, идти на это. Он прекрасно понимал, кто он перед ним. И он, однако, не должен тебе брать жену брата твоего. Это не к Путину сейчас подойти и сказать бы, нехорошо ты вот с женой развелся. Он посмеется тебе, да. Все развелся. Ничего тебе не сделают. А тогда царь крутой был. На расправу. И он тут же, положи мне голову, она крестителя. Ну, с оживением нет. Так что же положи. Однако положил, понимаете. Однако положил. Обещал, положил. То есть он имел полную власть это сделать. Ради возлежавших, которые слышали, что он обещал. Они ему больше не будут. Да. Второй Тимофей 1, 17. Но быв в Риме, с великим тщанием, искал меня и нашел. Это он продолжает писать о том, кто о нем заботился. А? Анисифори. Толкование. Не только не избегал моего несчастья, но еще и искал меня и нашел. Вот каково мужество, вот какова вера. То есть он, грубо говоря, врага Нерона. Не только не стыдился его, но и всячески помогал, зная, что ему может не поздоровиться. Вот. Вот какова вера. А вера, опять же, во что? То, что Господь силен наши тела, которых нас умер в ряд, воскресить. У кого в этой веры нет, он будет за эту жизнешку цепляться, он будет предавать, пакости всякие, делать, малодушевствовать, лишь бы продлить жизнь на этой земле. Апостол Павел не так. Он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Но ради вас, что не все еще веровал, или я еще буду трудиться, нам душем, да. Второй Тимофей 1, 18. Да дашь ему Господь обрести милость у Господа в год и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. То есть, он опять Тимофей про этого Анисифора пишет и молится. Анисифор, говорит апостол, оказал мне милость, поэтому да получит он воздаяние в страшный день, когда нужна многое милость всем, даже и святым. Если Анисифор, подвергавший себя явным опасностям за Христа, милость и будет спасен, не тем ли более мы? На это место ссылаются зараженные макрионовой ересью, говоря, итак, два Господа отнюдь нет, один Господь, как и сам апостол Павел, говорит в другом месте. В Висяном 4, 5. Еще раз повторю, почему они говорили, что два Господа это ересь. Еще раз, обратите внимание, он пишет апостол Павел, ой, апостол Павел пишет Тимофею, да даст ему Господь обрести милость у Господа он и день. И они за это цепляются в два Бога. Тут же ясно написано, да даст Господь обрести милость у Господа. Я тоже, свидетелями Иеговы, говорят, вы считаете, что Христос Бог, Бог. Но вы молитвы очень нашу знали, конечно, знают. Так что, Бог сам себе молился, что ли? Попробуй ответить. Сам себе, сам себе. А что он, типа? Все в нем, из него. Что он сам с собой разговаривает? Кто сам с собой разговаривает? Сами подумайте, он начинает у него уже юродствовать, хамить там. Сатана-то как, конечно. Сами с собой только умалишенный разговаривает. Это не понять, это не открыл руки. А вот это вот, нету нищеты духовной, Господи, а как так? Почему вот тоже, сказал Господь, Господь, Господу моему сиянись, но и меня доколе положу? Что, два Господа? Да не два, один, а как понять? А вот в этом-то и есть нищета духовная. Не понимай, но сдав, есть. Господи, я не понимаю, открой мне. Молиться, молиться, молиться. Господь открывает. Открывает Бога, что не два Бога, а один, но в трех лицах. Да. Сейчас тоже три, так вообще, тогда, снимать как хочет. Да, так и свидетели, они там, книжка-то стоят, а что говорит, трехглавый дракон, что ли Бог? Они начинают, вот эту веру православную и начинают, прям, поносить это, уже близко, с поля на Духа Святого. Да, они близко, уже уху, там сплошная, вот. Страшно, как правило, это уже грань передина, и уже покаяния, когда, истинно, в таком поношении. Это выражение, обыкновенно употребляется в Священном Писании, как на пример, как, например, и пролил Господь огонь от Господа, Бытие 19, 24, то есть, через себя. То есть, такие слова Господь сказал Господь Господу и пролил дальше. Господь огонь от Господа. То есть, не два Бога, это, ну, так вот, так и в этом месте. Если принять, что здесь обозначается как отец, так и сын, то в этом нет ничего странного. То есть, если мы понимаем, что Господь в трех лицах, отец, сын, это одно, но в то же время две ипостаси. Да, все открывается, все становится понятно. как отец Господь, так и сын Господь, и дух святой Господь. Но один Господь, являющийся в трех лицах. Заметь, апостол не сказал, да даст ему Господь что-либо другое, но милость. Он привык, говорит, к добрым делам. Не один раз сделал мне добро, но и в Песии, и в Риме. Таким и должен быть христианин, всегда творить добро, всю свою жизнь. То есть, оказал Анисифор милость апостолу Павлу. И апостол Павел также молится, чтобы Господь милостью воздал Анисифору. И сегодня было вопрос о том, чтобы не делали как бы даже врагу своему. Да, про горящие угли интересно такое толкование. Это как бы, мне слово приманка понравилось. Он так, как к нам, к зверям. Ты хочешь, чтобы врагу было плохо, но это всегда присутствует. Если он враг, он тебе досаждает и по звериному характеру ты должен врага уничтожить. И он говорит, сделай ему добро. И дальше. Тем самым соберешь на него горящие угли. горящие угли, это охота собрать врагу. Что такое горящие угли? Кирпич на голову, даже не горячий упадет, это уже понятно, что неприятно. огненный угли. Приятно ему неприятно. Но я раньше думал, что горящие угли это человеку становится стыдно. И тогда, когда враг желает тебе зла, а ты ему добро, и у него просыпается совесть, и ему страшно с тобой бороться. Он видит в тебе великодушие. Он тебе желает зла, пакости творить. Мне еще раз я уже вспоминал этот фильм притча, нравится, православный. Сосед, соседка под дверь, по-моему, ведро помоев поставил, он открывает дверь, и как-то помои разлились, и неприятно, а он пакость сделал. она взяла это ведро, сходу его шоркала, яблочек насобирала, и полное ведро ему поставила соседу. Он открывает, там полное ведро, и он на соседку смотрит, говорит, то, чем богат, тот, тем и делится. Признала, что он такой это. Не может, стыдно Какая грязь, видите, вон так. То есть, у него в душе помои, и вот он в душе сады цветут. Вот как раз благодарность на деле, да. То есть, благотвори врагу, и враг, он и с юмором как-то все, и он больше тебя никогда уже помои не пронесет, он знает, чем это закончится. Закончится обязательно яблоками или еще чем-то. Ну, скажет, а если фон обнаглеет, и он тебе тогда уже на следующий день три ведра помоешь, чтобы ты три ведра там умоет, но обнаглеет, как бы, Господь с него спросит, но во всяком случае, ты защищен, ты ему уже, ты ему уже, в ответ на помои, помои не понесешь, дохлую кошку ему не подбросишь, тухлое яйцо, тухлое яйцо в трубу ему не кинешь, не воздавайте злом на зло и ругательство на ругательство. Вот это учение христианства. А у вас это, что на прошлом занятии, смотрю, искреет между вами часто, не воздавайте ругательство на ругательство. Прикуси язык, хочется тебе в ответ уколоть, кольни себя. Все, и в следующий раз врач же он что хочет? Он хочет ссоры. И он начинает тебя подкушкивает под дразнью. Все, ты не отвечай, и все, и он тебя не будет дразнить. Это тяжело. Терепенем вашим спасайте души вашей. Ну, это, к этому нужно учиться, тренироваться, учиться друге. Друг на друге у нас тренировать. Просите духа любви. Вот. Ну, тут тоже вот есть дерзость, есть дерзновение, есть крутость, есть малодушие. И вот сегодня брат читал, Игорь Третьяков, и тут нужно различать. Понимаете, вот у секретантов тоже любовь, любовь, любвизнь. А есть любвизнь. Когда ты его ненавидишь в душе, и мы тоже очень рады. Понимаете? Проходите гости дорогие. Мы гостям хорошим. Рады, вытирайте ноги гады. Вот это любвизнь. Ешку мать 9 перерог я не считаю. Вот. Поэтому все от сердца искренне должно быть у христианина. Понимаете? И ненависть к врагу это тоже, и гнев, это праведный гнев, он тебе зло сделал. Первое дело это отомстить, конечно, чтобы он больше этого не делал. И Господь, он не говорит, как бы, что месть это такое, что-то будет суд, Боже, не мстите за себя возлюбленным, не отмщение, я вас дам. Если ты начнешь ему мстить, ну, вы просто поубиваете друг друга и погибнете в злобе своей каждой. А Господь хочет, чтобы мы и его дети жили в мире. Вы все матери, и для вас нет ничего горестней, когда дети ваши вразуют между собой. Понимаете? Так же и Господь. Если там, ладно, мы его не любим, не молимся, в храм не ходит, он как-то это перетерпит, но когда мы друг друга угрозаем, для Бога это очень огорчительно, так же и для матери, и для отца. Идет братоубийственная война, как это было в 17-м году революция, брат на брата пошел. Вот. И сегодня на Украине один народ воюет другу. А кому это надо? Сатане надо всех перессорить и все. Он-то знает, что он уже в аду прописан. И ему хочется туда как можно больше своих слуг заманить. Поэтому он и сеет этих воинов вражду. Дух ненависти, дух злобы. А христианам нужно научиться не воевать, не с оружием отстаивать, с обидчиками разбираться, а гуманитарной помощью. Мне это кстати очень понравилось, когда была война на Украине слали, слали туда. Но и они-то теперь понимают, они боятся снабевать в виде нашего великодушия. Те, которые на той этой стороне видно, что они тявкают, ненависть, все, на скаляку, на геляку. Во-первых, армия у них конечно никакая не верь. Господь не смотрит, ведь напрасно бодрствует, страшно, если Господь не хранит. А Господь как хранит, если мы будем к врагам любовно относиться? То есть они москаляку на гляку, а мы газ подешевле еще, а не так, как Америка. Всем, 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 санкции, 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 всем, все, все, все. А Господь то все это видит, ах вы так, с другими народами. Вот вам штормики, правители репетируют, люди все страдают. Ну вот народ и правители есть тоже такое, как бы народ не виноват, народ там отдельно, правители отдельно. А когда начали молиться, Господи, а почему там такого жестокого правителя это послал-то? Господь, я же просил. Дал бы хуже, но хуже, говорит, уже не нашел. Народ-то тоже грешит. Понимаете? Народ. Мне еще о народе нравится такая вот, народ очень любит как бы на кухне собираться и давая вот этих вот всех правителей, олигархов там, все, вот они такие рассеки, разворовали страну, вот. А сам с завода отверточку тащил. Какую отверточку? Каждый день что-нибудь там полное закрывало? Ну, даже отверточку. И вот у него спросили, ну вот он олигарх, вот он украл миллиард, а ты отвертку закрываешь, он вор и ты вор. Одинаково? Одинаково? Да нет, не одинаково. Ты вот олигарха осуждаешь, а ты бы на его месте мог бы от миллиона удержаться долларов? Если ты от отверточки не удержался, то от миллиона ты явно не удержишься. В отверточке то можно удержаться, у тебя уже 10 наворованных этих отверточек, ты просто уже по привычке тащишь. Но прежде чем олигарха осуждать, поставь себя на его место. ему труднее удержаться от такого соблазна, чем тебе. Вот. Поэтому каков говорят поп, таков и приход. Каков приход, может быть, такой и поп. Кстати, о попах мы с батюшкой приглашали отца Дионисия, на престольный праздник ездили. Это храм Антония Печерского, куда моя мама ходит. И там отец Дионисий как только храм открывался много лет назад ввел занятия. И мама пару раз там была. А потом занятия прекратились. Я-то занятия веду, я этим живу просто занятиями. Мы не можем себе представить как так занятий нет. А там люди молятся и я маме там давай как-то занятия ты же хотела бы. Если бы у нас были бы, я бы ходила. А к нам она причина понятная. Я толстая причина. Что ты там не ходишь? Мы ее приглашаем всегда. не за отец ходить и вообще все худенькие я прям граю. И тут отец Дионисий сам начинает разговор. как бы мне к вам прийти к батюшке спрашивать на ползунова чтобы посмотреть как община у вас. Потому что у нас у него тоже а я молюсь все время в самом деле мне так к нему подойти как-то неудобно давайте я буду занятия у вас веститься. А он признался что три месяца проводил и исчерпал себя. А батюшка говорит как так можно исчерпать тут тритом их можно как говорится по кругу это и то каждый раз будет как у алмаза грань будет открываться. Батюшка это ему сказал это все надо любовь к Слову Божию вокруг Слова Божия собираться и тогда будет община община маленькая но Христово братство вот и батюшка говорит ну сейчас пока а что его сейчас пригласишь что пригласишь а тут два человека вот поэтому ну давайте сейчас летом пока приедет Игнатий Тихонович там уже с дачами все это закончим мы вас обязательно пригласим вот а мне охота побыстрее скоро это все я говорю батюшка да отец Дионисий не на службу хочет не на совместную батюшка это богослужение он сам на занятиях не остается редко говорю отцу Дионисию это надо именно на собрание и на занятия попасть посмотреть как это все вживую хотя это можно все посмотреть дома не выходя по милости божьей вот ну вот молитесь об отце Дионисии чтобы и мы когда он лежал в больнице Семен Тихонович ему приходил он очень внимательно слушал с благодарностью да вот Агнатия Тихоновича что на первом месте благовестие то есть работа с душами а когда работы с душами нет вот стояли ушли стояли ушли жизни-то общинной нету мы здесь помолились позанимались все у нас общие дела Миша надо съездить Круг Петров не надо съездить болящих посетить там кто-то все как-то Наталья позвонила сразу все в 11 обзвонили всех как большая семья вот это вот и есть отличие огромное отличие от того что вот он видимо понимает это он же был в потеряевке все же видно надо поддержать кто у него более близкие вот ходят такие верующие поддержать их как-то чтобы от одной Натальи зависит сколько вот мы уже сколько молились мы молились за них а они сколько за нас уже молятся две общины там а себе наверное кто бы вспомнит поэтому ему надо кого-то вот привлечь поближе вот да еще видите я у мамы спрошу мам а вам нужны занятия а что ей тоже вот тоже устает и больная говорят вот каков поп таков приход да вот от прихода тоже зависит вспомните как мы пришли к Игнатию Тиховичу мы вообще ничего не слышали не знали вообще ничего а когда пришли рот раскрыли ну так интересно он как интересно давал занятия это надо быть еще интересным как он чтобы это чтобы привлечь к Капранову сколько ходили вот и Галя и все они ходили к Капранову ходили поспят да уйдут а сюда пришли и удивились как интересно стали сюда ходить это нужно людям конечно а это чтобы интересный старость туда да хорошая хорошая старость терпи ну где его возьмешь ну нет ешь активно я ешь дубунова и что женщина активная предлагает дубунова вверх там все разбегутся нужна вера нужна все для какого-то таких как Игнатих что я не знаю об этом можно молиться и Господь устроит и самое главное чтобы он горел сам конечно желаете а если не будет жить так таких на полно все равно капля камень точит сколько раз как бы батюшка нам сделал да все да все про эту московскую патриархию да все зачем вы о своих подумайте а там потепление какое-никакое все равно там что-то вот это потепление пока держится отец Сергий за счет отца Сергия да его не будет неизвестно другой митрополит какую сторону заведет я считаю надо как вот Игнатий Тихонович успел до вот этих всех военных действий по Европе проехать так и нужно сейчас вот использовать вот это вот благодатное время вот ты-то бы вот ты бы как раз спокойно так все с ним и я думаю чтобы это не знаю только не сестер только брать даже речи не может быть о сестерах вот и мне очень приятно что от него первого пошла я молюсь а он как бы Господь расположился и более он у него должность он начальник вот этого миссионерского отдела отношение Тихоновичу к этим миссионерским отделам они не тем маленько занимаются люди они не знают в нужное русло бы направить и вот когда бы организовывались вот такие вот кружки по получению Библии да хоть и домашние но я с батюшкой разговаривал говорю может быть дома собираться не все же могут после богослужения остаться на занятии а у них тем более если у нас допустим 70 человек а осталось 7 то там если 7 человек придут то 1 ну там человек 20 конечно там 30 может быть поэтому тут надо при храме батюшка говорит прям при храме раньше не обязательно всех оставлять хотя бы на часок обязательно как то что оставишь обязательно не оставишь наши там много уже слышали с другой стороны а там вообще ничего не слышали наши то все на занятия ходили знают десятилетиями ходили но а там нетроны то нетроны ну поханали мне еще много лет назад понравилось у них прям там баннер был и табличка объявления что ведутся занятия и телефон я еще звонил тогда на этот телефон не дозвонился хотел смс посылал приглашал на наши занятия еще занятия занятия мрозит там можно просто там говорит я 3 месяца позанимался исчерпал тут можно один стих и разбирать столько 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 мы уже второй раз приходим и второй раз он беседует с людьми которые приходят на крещение и что в тот раз он их отговаривает не надо вам креститься потому что если вы покреститесь и не будете ходить то вы бога обманете хорошо хоть это в простатей это ладно так вот он как бы но тем не менее все приходят всех крестят все обманывают может не все но видно что ни разу человек до этого не ходил пришел внука покрестить он покрестит хоть детей приносите на причастие это тоже мне непонятно зачем ребенка на причастие если родители не причащаются с младенцем родители причащаются хотя бы в куст да сейчас дочитаем красиво смотрится безусловно так ну все первую главу мы закончили вопросы есть по главе что пишет апостол Павел Тимофей утешает он в вузах сидит вспоминает о тех которые предали его можно сказать отступили когда фермеру посадили видно как говорят они были наши но вышли от нас вышли что открыло что не все были наши а что наше не наше духовное родство он может ходить в храм все все там требуют исполнять все внешне а внутри он у него будет поставим телевизор или куда там какие-то такие старые куда-то какие-то ну а куда старые побежали что они сейчас делают немощь немощь вот немощь ну я вот с Рейсой Николаевной она дома сидит у нее что я сижу дома как пень пень сюда пришла ей домой надо она как-то дух там сидит ей там плохо сюда пришла и ей здесь плохо там ей надо чтобы сюда а здесь надо чтобы повозить или кататься любит но она что-то последнее может действительно старая с ним что может человек не может высвиливать не может не понимает знает что я говорю да тебе это надо знать слово Боже надо сделать санкут истинно блоги тетя богородицу пресноблаженную и пренепорочную И Матерь Бога Наша, честнейшую Перувин, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искления Бога, Слово ручшую, сущую Богородицу Тебе вечаем. Господи, благодарим Тебя за то, что и в этот воскресный день Ты позволил нам собраться в ног Твоих. Дай нам все услышанное запомнить, принять верою, и дай дерзновение притворить в делах Твоих, Господи. Пошли на нашем пути жаждущих слышать Слово Твоё, наполни наши уста благовестием. И Ты сказал, что жатвы много, а делателей мало. Заделай нас этими делателями, чтобы через наше благовестие, через наши уста обращались души. И прославилось имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки вечны. Аминь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!